Я Global Compass, меня зовут Айян, я менеджер. И сейчас, как мы обещали, будет прямой эфир со студенткой Сайкал, которая успешно поступила в Diablo Valley College. Кстати, у нас уже второй студент там учится, это Дастан. Так, и ранее тоже мы снимали с ним прямой эфир. Я после завершения тоже закину в сториз. А это уже вторая студентка, она поступила успешно в Diablo Valley College на анимацию. Так, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Почему так поздно? Потому что, ну, наши временные зоны так не совпали, и студентке удобнее, если мы выйдем в эфир в 11 ночи. И сейчас мы узнаем вообще, сколько у неё время, какая у неё погода вообще в целом, познакомимся. Так, Сайкал, если вы присоединились, всё я вижу. Сая Сурин. Так. Уже должны появиться. Здравствуйте. Здравствуйте. Как пошли дела? Хорошо. Меня зовут Аян, а вас? Меня зовут Сайкал. Отлично. Давайте познакомимся. Расскажите, пожалуйста, Сайкал, сколько сейчас у вас времени? У нас сейчас 9 утра. 9 утра, а у нас 11 ночи. Мы этот эфир обязательно сохраним, потому что, возможно, многие спят, и поэтому те подписчики, которые сейчас смотрят, вы можете задать напрямую вопросы Сайкал об учёбе в Калифорнии. Так, давайте сейчас предварительно познакомимся. Вы можете рассказать о себе вкратце, если хотите. Что я могу рассказать? Ну, расскажите вообще, на кого вы учитесь, в каком университете, на кого поступили? Я учусь на Digital Animation, это, анимация. Угу. И вы поступили в Диабло Валай-Колледж. А в Кыргызстане в какой школе вы учились? Я училась в частной школе. В частной школе? Да. Отлично. А вы давно планировали обучаться в США, или вы выбирали другие страны тоже, или именно только США? Нет, я хотела именно в Штаты. Именно в Калифорнию. Вам нравится Калифорния, или вы рассматривали другие штаты США? Рассматривали другие штаты, но всё-таки решили в Калифорнию поступать. Расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали анимацию? Потому что мне близко всё, связанное с искусством. Угу. Я сама рисую, и я хотела с этим что-то связанное найти. Поэтому купила анимацию. Угу. А сложно было ли поступить на анимацию вам? Нет, потому что там не было каких-то тестов, ничего такого. Угу. То есть, вы ранее занимались анимацией, да? До поступления? Нет. Тут мне нужно иметь какие-то навыки, чтобы начать учиться анимации. Ну, а вы умели, например, рисовать? Да. А, ну, это учиться не надо было. Этого не очень сложно. Понятно. Расскажите, пожалуйста, как проходил процесс поступления? Как помогла вам компания Global Compass? И кто был вашим куратором? Моим куратором была Динаи. Угу. В целом, все они, Global Compass очень хорошо помогли с документами, потому что сами, скорее всего, мы бы не смогли так подготовить. Спасибо. Угу. В остальном, там, получается, зависит всё от компаса, конечно, и от нас тоже многое что зависело. Поэтому, как бы, весь процесс был 50 на 50. А можете, пожалуйста, поделиться подписчиками примерно, как вы поступали, как проходили экзамены? Может быть, вас спросили нарисовать что-то или, может быть, письмо какое-нибудь? Да, ничего, это не должно было. Угу. Просто ты подаёшь заявку, и собирайся необходимые документы, и всё. Угу. Этого будет достаточно, достаточно, чтобы просто тест сдать. А вы подавали ещё в несколько других тоже вузах, или только в Диабло-Валай-Кулеч? Только в Диабло-Валай-Кулечке. Угу. А как вам вообще штат Калифорния? Как вам климат? Климат... Климат... Пока не могу сказать. Я здесь всего месяц. И вообще, в целом, если судить только по месяцу, то... Тепло. Мне нравится. Угу. Тепло. Дороговато чуть-чуть, а так... Нормально. Ну, это именно Калифорния. У нас очень популярный штат. Многие туда хотят поступить. Для многих это мечта. И вы... Вот у вас получилось. Можете, пожалуйста, сказать, какие предметы сейчас вы берёте на учёбе? Сейчас на учёбе я беру... Так как это первый семестр, я беру вступление в электронное изображение, я не знаю, introduction to digital imagining и... 2-dimensional design. Это 2D-дизайн. 2D-дизайн. И обязательно беру два предмета ещё. Это английский и математику, чтобы можно было потом перевестись в университет. А какой у вас был уровень английского? Уровень английского у меня был advanced, да. Advanced, да. Но там можно с pre-intermedia тоже заходить. Мне кажется, английский тут особо не... Как бы... Решает только тест. Ты сдаёшь тест и... Ну, в целом, экзамены были несложные? Да. Вступление? Вполне несложно, да. Отлично. Отлично. А расскажите, пожалуйста, как вам в целом этот университет? Вообще вот, кампус, может быть, ну, сам вот дизайн классов в целом? Очень красиво. Мне нравится. Вообще, сами корпусы и территория очень красивые. Я вообще очень сильно удивилась, когда увидела озеро посреди колледжа. Классно. Классно. И всякие там утки живут, короче. Классно. Территория большая. Очень много парковок. А классы, как они оснащены? Может быть, там, последними Apple MacBook'ами или как? Ну, Apple MacBook'и, ноутбуки, конечно, есть, но не везде, но техника очень хорошая. Классно все очень хорошо оснащены. Да, они современные и большие. У каждого ученика есть, как бы, ну, по крайней мере, в моем классе в новом корпусе для арт. Там очень большой класс. И у каждого есть свой большой стул со всеми необходимыми вещами для того, чтобы рисовать. Ну, у вас очень классная профессия. Да, анимация, она набирает обороты. И на этой профессии очень можно много заработать денег. Особенно, если ты живешь в Штатах, да? Вообще, вот, как у вас проходят уроки? Какие у вас преподаватели? Что вы делаете на уроках? Уроки... Уроки достаточно... Получается, у меня на неделе... На первых трех днях по два урока. Но они даются очень долго. Получается, с 9 до 12, и с 12 до 3. Ой, это так долго, да? Ну, это два урока, как проходят, например. На уроках обычно первую половину, допустим, мы обсуждаем домашние задания. Потом идет лекция после лекции. После лекции мы начинаем что-то делать, например, какое-то задание на следующей неделе. У нас вообще в течение недели дается одно большое задание, как модуль. И вы его до понедельника получаете. С понедельника начинаете, и до понедельника следующего делаете. И домашние задания достаточно объемные. Получается, первые три дня я учусь, а оставшуюся неделю я делаю домашние задания. Объема пока очень много. Ну, у вас, наверное, можно сказать, в основном практика. Получается, да, теория. А вообще сложно? Сложно учиться? Нет, не сложно. Просто надо учиться. Если не учиться, будет сложно. А какие у вас преподаватели? Преподаватели? Может быть, они сейчас, например, работают в Гугле или рисуют мультики какие-то необычные преподаватели? Этого не знаю. Не знаю даже. В целом, преподавательский состав хороший, наверное, хорошо преподают. Да, они все разных национальностей. Кстати, насчет национальности. Там есть русскоязычные? Пока не встречала. Ну, скорее всего, есть, потому что мне мои соседи говорили, что очень много здесь киргизских ребят. Вообще, в Калифорнии очень много русскоговорящих. Просто я пока еще не встречала сама. У нас поступал студент, его зовут Дастан, он учится там. Мы вот буквально, может быть, полгода назад с ним проводили прямой эфир. Он очень хвалил этот УЗ, показывал своих друзей, показывал, где он живет. Правда, мы с ним связались тогда. Я вышла, по-моему, в 7 вечера, а у него было 7 утра. Вот, в этот раз мы решили, чтобы было удобнее и вам тоже выйти в эфир. Вот, расскажите, пожалуйста, где вы живете? У вас, может быть, в общежитии или снимаете вы квартиру? Я снимаю. Я снимаю комнату с тремя соседками. Прямо напротив колледжа. Достаточно удобно. Ну, классно. Буквально, там, в 5 минутах от колледжа. Ну, значит, в принципе, пешочком до университета доходите, да? Да. Ну, вообще, Сан-Франциско считается, так, одним из самых красивейших городов мира. А ты гуляла там? Сан-Франциско пока еще не ездила, но не люблю, как будет чуть-чуть теплее, потому что сейчас дожди, поэтому пока нет. Да, ясно. Ну, в целом город очень красивый, и я думаю, у тебя будет еще время пройтись посмотреть. Так, насчет общежития. Хотелось бы узнать, так как нас смотрят студенты, возможно, которые тоже планируют поступить, ну, чтобы как бы было полезно и для них тоже эта информация. Сколько стоит вообще снять жилье обычному студенту? Жилье здесь достаточно дорогое. Нужно в среднем за неделю или две, наверное, искать жилье, чтобы найти хорошее, хорошее цене. И на среднем аренда стоит примерно в месяц от 800 до 1500, наверное. Примерно так. Достаточно дорого. А эти суммы вы делите на троих или с каждого по 800? С каждого по 800. А, с каждого по 800. Мы снимаем дом за 3000 на троих, получается. У каждого своя комната? У каждого своя комната? А, ну, в целом, да. А что насчет таких вот расходов? Это питание, может быть, маникюрчик, я не знаю, одежда в целом? В целом... Чтобы знать студенту, сколько расходов уходит, ну, например, среднего студента? Ну, это у каждого индивидуально, конечно. Ну, например, у тебя? Например, в моем. Я пока не делаю маникюрчики. А питание? Питание дорого, потому что я сама готовлю. Но если кушать кафешка, конечно, будет дорого. А в среднем на продукты выходит 100 в неделю, чтобы сделать такой общий закуп на готовку. Ну, в целом, дорогой город, так? Достаточно дорогой, да. А можно узнать, сколько вы оплачиваете за учебу? За учебу тоже индивидуально, потому что как бы ты набираешь сам себе предмет и количество предметов, которые хочешь убивать. В среднем это от 5 тысяч долларов. И вы примерно в этом диапазоне. Ну, хорошо. Примерно в этом диапазоне. То есть, в семестр, в семестр. В семестр, да? Где-то 10 в среднем. Тут вопрос, какую страну вы обсуждаете. Мы разговариваем про США, именно штат Калифорния. Это наша студентка Сайкал. Она поступила в DVC, Diablo Valley College, на профессию анимации, да? Так правильно звучит анимация? Да. Вообще, вот, Калифорния, как бы объяснить? Для студенческой жизни, мне кажется, очень насыщенная там студенческая жизнь. Много студентов, много молодежи, да? Да. А что делаете в эти выходные? Куда-то выходите или как? Пока еще нет. Ну, да. Пока нет времени. Да. В целом, да, сейчас. У нас студентов много, очень много студентов, очень много молодых вообще. И здесь у нас город достаточно маленький, но можно куда-то в другие рядом города приезжать, потому что это совсем рядом, и недолго ехать. И там много чего можно поделать с другими друзьями. Ну, я думаю, если мы с тобой свяжемся через год или два, ты уже будешь там рассказывать, что ты объездила все штаты. И, в принципе, это только начало-начало пути. Желаем успехов от компании Global Compass в целом. Ну, и хотелось бы такие вопросы дать. Вот, ведь ты только поступила, а может быть, кем ты планируешь стать в будущем? В смысле, в какой стране ты планируешь работать? Так, продолжать жить в США или планируешь вернуться в Кыргызстан и здесь вот работать? Какие планы вообще на будущее? Пока не знаю. Пока не знать. Ну, начинающий студент, да? В целом вопросы нужно только про первое впечатление и так далее, да? Ну, хорошо. А что посоветуешь студентам, которые тоже планируют поступить в Штаты? Ну, твои вот эти лайфхаки, которые ты, может быть, в первый раз прочувствовала и хочешь тоже поделиться? Подтянуть язык, если даже знаешь, что ты как будто хорошо знаешь, лучше подтянуть. Потому что я думала, что я хорошо знаю английский. Нет, наверное, подтяну. А что еще? На сайте нужно будет потом сделать самому ресерч большой. Хорошие советы, классно. Лучше сделать самому ресерч, посмотреть, где находится университет на территорию, на его предметы. Если уже, допустим, студент определился с факультетом, то стоит посмотреть про этот факультет, про его предметы, которые нужно будет брать. Потому что при поступлении надо арегистрироваться на предметы, а ты сам не знаешь, что ты должен брать. Поэтому лучше знать сразу, что тебе нужно, чтобы зарегистрироваться. Потому что там большая очередь к профессорам хорошим. Чтобы к ним попасть, нужно делать заранее. Очень классные и полезные студенты. Я думаю, кто будет смотреть этот эфир, и кто тоже планирует в Штаты, то воспользуйтесь советами от САЙКАУ. В целом, вообще, а как одногруппники? Расскажи, пожалуйста, о них. Какой они нации, с какой страны? У меня конкретных отгруппников нет. В каждом классе у меня разный класс. Все разных национальностей. Ну, как бы... Ты даже не поймешь, кто тут интернациональных студентов, которые нет. Вроде все, например, в моем возрасте, неплохие ребята. Хорошо, но я знаю, что в колледже DVC очень много студенческих клубов. Это там театр, баскетбол, танцы. Ты уже выпила в Кружке? Много разных Кружков, Клубов. Есть свой бассейн. Кружок плавания есть. Есть кружок драмы. Аратовского искусства, бизнеса, да? Да, очень много всего. Но я сама в Кружке интернациональный студент. Понятно. Так, ну, в целом, рекомендуешь ли ты этот вуз нашим студентам из СНГ? Да. А именно свою специальность анимация? Может, кто-то до сих пор не определился? Специальность анимации? Она очень специфичная. И как бы ее выбрать, выбирать нужно, если ты сам хочешь заниматься. Так, ребята, если у вас есть вопросы к Сайкалу, вы можете задавать. Она успешно поступила на анимацию. Такую самую востребованную, классную, модную профессию, которая набирает обороты. И на этой профессии очень, кстати, можно много денег заработать. Вот. Так, а почему рекомендует? А почему, можно узнать, почему вы рекомендуете вуз именно в ДВС? Какие вузы плюсы и минусы? Здесь наш руководитель, тут Сатарова, спрашивает. Почему рекомендует? Ну, потому что в целом колледж сам хороший. И очень много что предлагает. И здесь обучиться можно. Это получается сам как колледж. И ты можешь тут обучиться почему-то на 3 года, а потом сделать трансфер в университеты, с которыми сотрудничает с ДВС. Я, например, лично выбрала трансфер в Арт-Академию в Сан-Франциско. Классно. А мне нужно туда переводиться. И шансы попасть в университет потом гарантированные. То есть, если ты закончил в ДВС и переводишься в университет, с которым сотрудничает в ДВС, ты гарантированно туда попадаешь. Классно. Это плюс. Есть ли минусы? Минусы. Пока, не знаю, слишком мало времени. Через год, наверное, целый список принесу минусов. Созвонимся через год. Так. Ну, спасибо большое за прямой эфир. Мы этот эфир... Ориентация. Так проходит ориентация студентов. Из-за того, что я приехала на то семестр, я очень много что пропустила. Но если бы у меня, например, соседки мои рассказывали, что они прилетали на семестр фолл. Это осень. Вот они осенью прилетали. Им там... Их поводили по семейственному колледжу, показали всё. Но был какой-то такой мини-вечеринка. Классно. Встречали всех студентов. Классно. Всем раздали какие-то тетрадки, что-то такое, книжки, буклетики всякие. Ну, я приехала. У меня этого всего не было, к сожалению. Я просто сразу начала учиться. Потому что я приехала на каникулах в начале года. И меня никто не встретил, типа, в колледже. Меня встретили здесь ребята наши, кардинские. Тоже... Классно. Я просто сразу начала учиться. Поэтому не было арибектов. А какого числа вы туда прилетели? Я прилетела с 12-го числа. И 22-го уже я дошла с учебой. Ну, то есть вы прилетели быстренько там? И сразу на учебу побежали? Понятно. Ясно. Так, сейчас давайте подождем. Может быть, еще будут вопросы? Так, давайте... Мы этот эфир обязательно сохраним. Кто не видел, потому что сейчас у нас все-таки позднее время в Кыргызстане. Это 11.30 ночи. И я думаю, завтра к утру ребята посмотрят обязательно этот эфир. И, в принципе, благодарим за эфир. Желаем вам удачи. Успехов в учебе. Я надеюсь, что, может быть, когда через год-два мы с вами созвонимся, и вы уже расскажете, что вы по всем штатам уже прошлись, знаете и так далее. Спасибо большое. Я этот эфир обязательно сохраню. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.